Так, приветствуем вас, друзья, сердечно. У меня дорогой гость и друг Игорь Николаевич Стрецов, профессор физики-ядерщик. А я ему приготовил картину, вот она, ромашка. Очень красиво. Да. Ему понравилось. Он не только разбирается в ядерной физике, но и в искусстве. Есть подсолнухи, а теперь появилась ромашка. Ромашка. Она будет из-за него. И когда у него кто-то будет брать интервью, там, на даче, да? Да. Она будет там висеть, и все вы будете это видеть. Игорь Николаевич, позвольте вам сказать одну фразу, я скажу, а потом Наташу попросим, чтобы она задала вопросы там провокационные такие. Ну, я в кавычках говорю, провокационные. Но я хочу сказать, что нас объединило. Теорема Гёделя. В теореме Гёделя, значит, есть такое положение, что, чтобы решить задачу, надо выйти за ее пределы. Поверните направо. Как бы посмотреть со стороны, да? Ну, что... В теореме Гёделя есть такое положение, что ресурсами данные проблемы, решить проблему невозможно. Надо выйти за круг, чтобы посмотреть со стороны, да? Так можно понять ее? Ну, трудно сказать, какую формулировку употреблять. То есть, всякая система является незамкнутой. Незамкнутой, да. То есть, если мы применяем аксиоматический метод, то все положения аксиома, которые мы принимаем, доказать невозможно. Так. То есть, о неполноте речь идет? Да, это есть неполнота. Исключение составляет аксиома в нашем мироздании. Так. В которой, в отношении единственной аксиомы, это сделано исключение. Так. Которое заключается в том... Эта аксиома заключается в том, в простейшем изложении, что у нас мир создан разумом. Так. Аксиома. Такая привилегия есть только у создателя этого мира, Бога Отца. Да. Вот такая интересная история. Я не физик и ядерщик, нисколько не раз. Вы это хорошо знаете. Поэтому я могу задать и глупый вопрос. Какое же это отношение имеет к искусству? Почему вы так тонко чувствуете искусство? Вы же физик. Так. Все. В конце концов, мы стремимся постичь иррационально. Это абсолютно необходимо для выживания разума. А если мы постигаем иррационально, у него есть там любые совершенно аспекты абсолютно. И все иррационально интеллект поэтому привлекает. Чем бы вы ни занимались, все, что из той сферы человек производит, а искусство безусловно, из иррационального возникает. Потому что кто стихи писал, музыку писал, они все знают, что о духотворении наступает совершенно непонятно и совершенно неожиданно. Вот это интересная психологическая тема. Ну, это, собственно, все, которые занимались искусством, они это прекрасно знают. Большую часть жизни ходят как болваны обыкновенные, а иногда вот на них снизу ходят вот эти великие вещи. Вдохновение. А вот наша школа, я считаю за честь, что вы участник нашей школы, почетный. Школа человек блучего. То есть только почетным, да, дням. Да, вот, 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 это как раз Игорь Николаевич говорит, что есть то, что подвергается метрике земное, что можно измерить, а вот есть то небесное, что метрике не поддается, да? Да. Вот это, вот это все бесконечное, что нельзя измерить, и там и время не измеришь, там ничего не измеришь. Вот это ирация. Которая непонятно, как возникает. Как возникает, да. Вот то, что у нас земной мир, это поддается учету, расчету. Это мир земной. Мы пока познали только материальный мир. Материальный мир, да. А теперь мы находимся между счетным материальным миром и рациональным. Да, а тот иррациональный мир. И там поэт может выразить, например, в одной строчке целые века какой-то фразы. Но там все очень так непонятно, доступно поэтам, художникам и так далее. Как говорил Пикассо, искусство нужно для того, чтобы смахнуть пыль рутины повседневности. Очень интересные фразы у великих писателей, художников. Наташа Кузьмина, писатель, белорусский партизан, как я ее назвал, издала вот такую книгу. Можешь показать книгу свою? Покажи, покажи, пользуйся случаем, потому что твоих земляков здесь много смотрят из Белоруссии. Ну-ка издай сюда. Вот такая толстая книжка, вы даже представить себе не можете, какая она огромная. Сколько страдистов? Ну, почти что 600 страниц. Почти 600 страниц, это издательство, какое издательство Амрита Русь, уважаемое издательство. Так, Наташа, и там вот среди сотен вопросов, там есть несколько таких каверзных. Зачитай, пожалуйста. Ну, не каверзные, просто вопросы об одном и том же. Просят рассказать, объяснить, почему невозможен термояд. Ну, еще раз объясняли, но еще раз просят, потому что там же яички заходят, которые видят и хотят узнать. Ну, очень просто. Дело в том, что с ростом температуры энергия частиц растет пропорционально температуре. А именно К, Т. К постоянная Больцмана и Т температура. Это энергия частиц. Но всякая заряженная частица, она, когда движется, она излучает. И излучение, если оно относится к замкнутой системе, не уходит тут же, то оно пропорционально температуре в четвертой степени. Поэтому при маленьких температурах роль излучения является совершенно маленькой. Излучений очень мало. При низкой температуре излучений очень мало. Поэтому на вас, когда дует ветерок, то это оказывает на вас воздействие движения частиц. Когда вы приходите на солнышко загорать, там уже излучение побольше. И оно, кстати, уже некие даже биологические функции выполняет. А вот при термоядерных температурах оказывается излучение примерно 90%. И вы, если его не удерживаете, оно немедленно уходит. И поэтому нагреть вы не можете. Вот в термоядерных бомбах там специально делается такая оболочка. Из очень тяжелой оболочки. Из урана 238. Которая в течение нескольких наносекунд удерживает это излучение. В результате чего реакция там успеет пройти. На Солнце излучение удерживается огромной массой. В центре Солнце сравнительно небольшая температура. Всего лишь 10 миллионов градусов. И поэтому реакция там идет очень медленно. В результате чего мы можем жить на Земле. Солнце существует благодаря этому миллиарды лет. И водород там выгорает очень медленно. Но поскольку Солнце имеет очень большие размеры, то излучение происходит диффузией его к поверхности. Излучение идет к поверхности очень медленно. Но как в открытом пространстве пройти не может. Потому что масса держит частицы света. Постоянно стукаются с веществом. Возвращаются обратно. Часть проходит. И оно идет очень медленно. И остывает. Поэтому Солнце светит при температуре всего лишь 6000 градусов. Хотя внутри порядка 10 миллионов. То есть Солнце я всегда сравниваю с кучей навоза. Если куча навоза очень большая, то она гниет. Потому что там температура поддерживается. И запах выходит сравнительно небольшой из кучи. Потому что гниение происходит внутри за счет большой массы. А если вы возьмете лопату, не рукой, конечно, а лопатой. Кучу навоза возьмете, вытащите оттуда. Она остынет немедленно. Потому что в результате химической реакции все будет уходить наружу. И поэтому греться не будет. И она очень быстро остынет. То же самое в термоядерных ловушках, так называемых. У них объем маленький. Поэтому излучение там не держится. Как вы только приходите к более-менее приличным температурам, излучение начинает преобладать. И все излучение уходит. Поэтому Зельдович, один из самых грамотных родоначальников термоядерной программы в нашей стране, он еще на заседании специальной комиссии, по-моему, в 1945 году еще сказал, что нагреть на термоядерных температур в стационарном состоянии на Земле не удастся. Но поскольку в те времена все это было абсолютно секретно, то подавляющее большинство физиков этого не слышало. И строили всякие глупые теории по освоению термояда на Земле. И вот они уже этим вопросом занимаются. Ну, начиная с начала 50-х годов, это было сформулировано, и до настоящего времени. А в ответе, как был ноль, так и остается ноль. И будет всегда ноль. И очень хорошим показателем того, что термояд это ноль, ведущие физики, которые занимались термоядом, а именно бомбами. И, соответственно, понимали, и в стационарном термояде это Зельдович, Сахаров, там, ну, остальных я не буду называть. Ну, Харитон еще, естественно, назвать, извините. Это главный конструктор бомб. Они все это понимали, и когда начались вот эти вот мирные программы по термояду, никто из них в направление по мирному термояду не пошел. Хотя ведь все родоначальники, те, которые вначале занимались Курчатова, включая Курчатова, обещали бесконечный источник энергии получить достаточно очень быстро. И как теперь шутят, до термояда осталось с тех пор всего лишь 30 лет, но как приходит новый срок, опять называется он будет через 30 лет, и так далее, и так далее. То есть стационарный термоядерный синтез на Земле невозможен. И для простых людей, которые физики не очень понимают, самым лучшим доказательством, что ни там, ни Зельдович, ни Харитон, ни Сахаров заниматься стационарным термоядом не стали. Игорь Николаевич, вы знаете, я не физик ни разу, и поэтому мне очень интересно, что вы создали сейчас модель или теорию о том, что вы можете сделать батарейки атомные, которые могут долгосрочно служить. Очень дешевые, хотя вот за рубежом уже, по-моему, где-то создали какие-то, но очень дорогие. В Китае и в России создали, и сейчас вот Корея заменила. Она, правда, на другом изотопе, на углерод-14 они создали. Это, может быть, даже будет лучше батарейка, чем на никеле. Но такие батарейки по сумасшедшим стоимостям действительно уже существуют. Почему стоимость большая у них получается? А потому что облучение происходит в реакторах. Причём в реакторе, в спектрах, облучение происходит нейтронами. Вот для получения никеля лучше всего использовать медь. Например, для получения углерод-14 случай надо использовать азот-14. Но источником нейтронов в настоящее время являются только ядерные реакторы. Других мощных источников нейтронов нет. А там спектром управлять вы не можете. Там существуют нейтроны самых разных энергий. Зачастую для самой необходимой реакции очень вредные, которые ухудшают положение. Поэтому эффективность облучения в реакторах очень плохая. И поэтому, кроме того, это грязный процесс, поскольку в реакторе выделение очень тяжёлое. Кроме того, вам надо для того, чтобы реактор работал, обогащать уран и его туда класть. Всё это очень дорогие процессы. И поэтому всё это находится на уровне в районе сотен тысяч, миллионов рублей в таком диапазоне, за грамм. А ваша батарейка будет? Да. А я предложил использовать в качестве источника нейтронов это ускоритель. Вот Богомолов Алексей Сергеевич, он создал ускоритель с высоким коэффициентом полезного действия. До этого они были все с малым коэффициентом полезного действия, поэтому для технологий не использовали. А когда появился ускоритель Богомолова, то оказалось, вы можете делать такой спектр нейтронов, который наиболее эффективен для данного процесса. А в чём проблема? Почему вот не сделают так, если есть такой ускоритель Богомолова? Так не делают по одной простой причине. Потому что если ускоритель Богомолова найдёт широкое распространение в мире, а это будет основой всей энергетики, на самом деле, в 21 веке, то обнуляется авианосный флот Соединённых Штатов. Штаты превращаются в обычную региональную страну, и это приведёт к мощным социальным изменениям во всём мире. Как-то я не очень понимаю связь между удешевлением и доступностью энергии для населения и вот этим вот американским авиафлотом. Какая связь? Если у вас и там, и там используется ускоритель Богомолова. А, и там, и там. Конечно, естественно, и там, и там. Тут ускоритель, который имеет высокий цен полезного действия. А у них что, используется он там? Где, в Штатах? Да. Он был создан в России. Так. Но всю технологию и образец передали Соединённым Штатам. Они дали нам контракт по проверке военных приложений. Я там работать отказался. Работали, работал мой сотрудник. Я резко протестовал этого, поскольку ускоритель должен был стать, и моя технология должны были стать фундаментом для абсолютного лидирования России в мире. Если бы Россия это предложила и распространяла, это была бы самая великая и самая мощная страна. Но все подонки, которые продают нашу страну налево и направо, они, значит, это дело. Они потеряют свою власть и потеряют все свои деньги. А если бы наша страна лидировала, то олигархи тоже у нас были бы такие же мощные, да? Не были бы. Потому что бы Запад при этом погиб, а они все вывозят на Запад. И все, что там у них есть, все немедленно пропало бы. А если бы мне один охранник сказал, мы, говорит, их охраняем только до тех пор, пока они платят. А как перестанут платить, мы их всех немедленно перестреляем. Понятно. Игорь Михайлович... А в чем заключается Ваша технология? Вот вопрос задаю. В чем заключается? Ну, я уже в двух словах сказал, что мы с помощью ускорителя и мишени, например, из свинца и висмута, ее размеров, можем получить любой спектр нейтронов, который нам нужен для получения соответствующего изотопа. Например, для получения урана-239, с помощью которого могли бы работать все ядерные реакторы, и мы произвели их огромное количество, нужен спектр нейтронов меньше 1 мэва. А для получения никеля-63 нужен больше 15 мэв. А в реакторе есть и то, и то, и поэтому там это очень неэффективно. А с помощью ускорителя мы именно тот спектр нейтронов будем иметь, который нам нужен для данного процесса. Наташа, там еще вопросы задают. Вы знаете, как это сделать? У вас эта технология описана. Это спрашивают. Что спрашивают? У вас эта технология описана, формула, то есть вы знаете, как это сделать? Ну, знаю, конечно. Наташа, задавай вопросы, которые там пишут. Более того, я же получил сейчас свидетельство о том, что я являюсь автором всех этих, автором и владельцем всех этих технологий. То есть пока они принадлежат России. Но если у нас этот дом будет продолжаться, то мы уйдем, и все кончится для России. Куда уйдем? Конечно, тогда... Куда уйдем? Ну, куда? Туда. Куда Наташка пошлет. Да, это мы с юмором. Друзья, друзья, мы с Игорем Николаевичем дружим, потому что меня очень интересует, как же можно сохранить разум на планете, потому что наша школа «Человек будущего», «Хомофутура», школа человечности, и как раз таки это не случайная случайность, это закономерность, что мы соединились с Игорем Николаевичем. «Человек будущего». такие качественные изменения. Люди не хотят, вот которые владельцы вот этого энергоисточников, да, инфраструктуру, не хотят ее терять, поэтому они не хотят перейти на новый качественный материал получения энергии, да? Да. Они эту инфраструктуру, они, как бы, эти богатые люди... Ну, они просто дальше своего кармана ничего не видят. Тупые, как коровы все. Понятно. А мы, говорит, Николаевич, занимаемся, значит, внешней энергией, электричеством, энергией, а я занимаюсь внутренней. Вот мы иглоукалывание, например, делаем, ток пошел, попасть сюда, по каналам, точкам и так далее. Вот Игорь Николаевич может подтвердить. Вот мы ему поставили. Вот сюда и сплю лучше. Да, и вот мне рекламу делать. Хотя мне... Я, как говорил мой приятель, не рекламу делаю, а константирую. Константирую. Ну, он меньше теперь харкает, как это... Бодрее себя скажите, чтобы они поняли, почему они меня спрашивают. Они говорят, слушай, ты же доктор, а мы, говорит, должны посылать... Забываю добавить, хорошее. Спасибо, спасибо, Игорь Николаевич. Ну, Игорь Николаевич не шокит, а я это раскрыл секрет сейчас. Не для того, чтобы вы ко мне ездили, а потому, как просто поняли логику процесса, что люди сближаются на совместных интересах. Школа Человек Будущего очень-очень заинтересована в Игоре Николаевича. Почему? Потому что мы как раз таки хотим в условиях кризиса, войн, их сократить, и потребность лекарств сократить. И вот сейчас вот Игорь Николаевич, его направление, его предложение как раз таки работает нам на руку. Потому что если бы вот такие батарейки, которые служат почти вечно, да, вот сколько они могут служить, вот такие новые батарейки? Ну, период полураспада у никеля примерно 90 лет, поэтому в течение им примерно 60 лет характеристики будут практически постоянными. То есть человеку на жизнь хватит. как он только научится смартфоном владеть, ему папа с мамой купит его, и он до конца своих дней будет с ним уходить. Да, вы можете себе представить, как поменяется весь мир, потому что это просто невероятно, когда энергия станет доступной. Это вообще невероятно. А главное, не будет вот этих ненужных отходов, потому что... Радиоактивных. Не то, что... Да, и радиоактивных в том числе, но и вот эти телефоны, они не будут выбрасываться, потому что сейчас ими попользовались и начинают рекламировать новый телефон, с другой камерой, с каким-то там другим экраном, и получается вот эти кирпичи выбрасываются, а новые делают... Короче, мусора будет меньше, и вот этих проблем с огрязнением атмосферы будет меньше, много чего будет по-другому. Причем вот, понимаешь, это программисты в этой теме, они знают, что даже намеренно сама программа в компьютере так делается, чтобы она устаревала, и чтобы надо было покупать новые вот эти ноутбуки, компьютеры дальше. Превратили людей в использователей. Люди потребляют, 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 и каждый хочет, чтобы у него было больше. И человеческая сущность, она другая. Человек по природе хороший, человек по природе сотворец, человек по природе хочет что-то создавать, совершенствовать. Кто не создает, тот разрушает. А получается в результате, что нами управляют людьми те, которые создавать-то ничего не умеют, а нами управляют. Вот так получается. Поэтому здесь прямо такие оглушительно-революционные идеи, и поэтому сложно все происходит. Наташа, там какой-то вопрос был. Да, там еще вопрос был про начальников. Про начальников потом. Вот там был такой вопрос, что хорошо бы Игорь Николаевич прямо как у доски рассказал. Нет, я про это спросила про термояд. А, ты уже тот вопрос задала, да? Вот там все, ну, самый любимый вопрос касая про начальников, там всех мучают, не представляют, как это может быть. Как без начальников могут уйти. И вообще такое общество невозможно. Ну, вот вы проводили пример в Кабуце, да, Кабуце? Там в Израиле? Кейбут. А, Кейбут, извините. А там кто-то написал, что давно уже не так. Ну, я, естественно, был, я не знаю, как сейчас там, нас по линии Чернобыль туда возили в начале 2000-х годов. Я там был. И тогда там было вообще очень, очень хорошо, вот этих Кейбутцев. Ну, и для того, чтобы этот вопрос отпал, с чего, собственно, вот люди как-то не помнят, с чего началась перестройка. Я вот по этому, к Ельцину, по этому пункту отношусь хорошо, потому что он ведь предложил что? Ликвидировать партию, которая сгнила уже, потому что у бывших коммунистов, большевиков выросли дети, которые уже привыкли к более хорошей жизни и стремились жить все лучше и лучше, стремились на Запад. То есть из-за этого Советский Союз погиб, потому что вся верхушка стремилась к западному обороту жизни. А Ельцин предложил очень простую операцию – ликвидировать партию, которая к тому времени вся сгнила. Вы посмотрите, кто сегодня руководит страной. Они же практически все бывшие крупные партийные работники. Либо дети крупных партийных работников. Он предложил поэтому ликвидировать партию и начальников выбирать, чтобы их не назначал тот, кому они потом будут носить откаты, а чтобы их выбирал коллектив. Это люди поймут сразу. А то, что Белый дом там наш, как говорится, расстрелял в Верховный Совет, как это? Кто расстрелял? Есть, есть. Ну, это уже второй вопрос. Я говорю о его положительном предложении, о том, что его там спаивали, он превратился, не поймешь во что, это тоже факт. Но вот это его предложение было очень правильным и очень сильным. Понятно. Я прекрасно помню, как все начальники мгновенно этого испугались, потому что они все поняли, никто их больше не изберет. Мне из моего института, где я раньше работал, беспрерывно звонили, Игорь, возвращайся к нам, мы тебя изберем. Вот. А когда начальники были бы избраны, они получали бы столько, сколько им коллектив назначен. А если он проворовался или сделал что-нибудь не то, пятком под зад, и более эффективно, и все пошло совершенно нормально, без всяких проблем. Мне приятно видеть вас более точек энергичных. Никакого выросства, никаких... Меньше кашляющих. Никакого вывоза. Точку мы подобрали правильно, но игуально, но игуально. А мы искали долго. Мы сначала делали эти, потом эти. Мы нашли эту точку. Из двух тысяч точек мы нашли. Сейчас главное, чтобы мы еще раз... Ну, ты уже нашла. А потом бы люди постепенно привыкли, ну, называть его начальником, либо как угодно, либо просто членом коллектива. Просто разные люди выполняют разные функции. Один ходит на совещание с другими коллективами. Его раньше вызывали начальником, а так бы сказали, вот наш представитель. Название это уже делал десятое. Начать надо вот с этого. Вот этот фрагмент, все люди, я уверен, мгновенно поймут, что выбирать начальников гораздо лучше, чем ждать, что верхний начальник назначит того, который будет ему таскать откаты. Вот все. Но это перестройка была. Горбачев тоже это вот пытался... Ускорение, ускорение, перестройка. Ну, это у Горбачева были пустые слова. Самое... Надо оценивать по конкретному действию. Ельцин предложил конкретное действие, которого вся верхушка дико испугалась. Я это просто видел. Да, а то, что он там войну начал и прочее, здесь это с Чечнёй... Это всё следствие уже. Да. Следствие организации социальной. А когда пришло дерьмо наверх, они, естественно, чтобы под собой больше иметь, надо, значит, воевать. Значит, воровать, чтобы, и так далее. А если бы выборные, они бы никогда не воевали и не воровали. Понятно. Всё крайне просто. Да, вот сейчас уже понятнее становится. А то вот мне было немножко непонятно, как это без начальников жить. Ради Бога. Даже в оркестре есть дирижок. Назовите их как угодно. А чем, в конце концов, дирижёр отличается от хорошего скрипача? Вот, 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 вот. Вот оно где. Мы иногда путаем, я лично путал, что я думал, дирижёр, он создаёт определённую синхронизацию процесса. Оказывается, его деятельность такая же, как и у скрипача хорошего. Но в чём он отличается? Просто у него одна задача, а у скрипача другая задача. И всё. Вот и всё. Да, конечно. Вот это очень толкий момент, очень важный, да. Давай, Наташа, какие вопросы-то? Ну, вот, по поводу собственности часто вопросы задают, когда вы говорите, что частная собственность, ну, не нужна, то, наверное, сразу все пугаются за свои 10 соток, и огурцы в парниках. Ну, то есть, буквально воспринимают, что совсем ничего, ничего у них опять не будет. И злобно шутят там в комментариях, что, может быть, мы и жён тогда сделаем общими, ну, и так далее. А по чём тут жён? Кого? Какая связь мы и с жёнами? А, ну, эти вещи даже смешно обсуждать, как там люди будут дальше жить, это... Главное, вопрос заключается в том, что я вот, где у меня дача, гуляем мы там часто, и, как правило, ну, порядка 80% всё стоит пустое. Глупость несветная. И эту идею дать людям вот эти земельные участки, чтобы они там строили, это американцы подбросили нашим болванам с тем, чтобы развалить Союз. А всё мешало, например, объединить колхоз с каким-то предприятием. И там построить базу отдыха, на которой бы любой работник... Ну, по-моему, такой период был, когда-то... Не было такого периода, к сожалению. И любой бы работник, любой бы горожанин мог туда в любое время приехать, отдыхать, поработать, как угодно. И наоборот, и села бы приезжали. Надо было объединять. И тогда бы коэффициент использования этого дела был бы крайне высоким. А так вот, мы сейчас, я повторяю, гуляем, всё стоит пустое. А в связи с тем, что нарастает энергетический дефицит, отрубят электроэнергию, туда вообще будут не ездить. И я уверен, что через некоторое время бульдозеры всё это будут сносить. Игорь Николаевич, да, действительно, сейчас есть такая информация, что в Европе проблемы с энергетикой, что-то там происходит, да? Конечно. Это всё пустое. Как нам, вот обычным людям, вот я обычный человек, как нам, вам помочь, чтобы ваши идеи стали до большего числа людей доступны? Как Пенин говорил, идеи становятся сильнее, когда надевают массами. К сожалению, отвечать от частной собственности людей очень тяжело, потому что каждый держится, собственно, на этом и перестроено. раз обманывали, поэтому... Но дело заключается в том, что энергетический дефицит нарастает, и это как ни крути, поэтому всё нам придётся проходить. Сейчас вот на юге начали отключать, я думаю, уже в Европе там в этом году начнётся бардак. А если Китай у нас аннексирует Сибирь, то мне даже смешно говорить, что здесь будет. Нам что надо? Вот вы в прошлый раз говорили, можно письмо писать, мы там выставляли это письмо, чтобы письмо писали. Что ещё можно делать? Письма писать? Ну, для того, чтобы по продвижению энергетики, надо просто требовать, чтобы, поскольку сегодня уже и наверху даже признаюсь, что экологические проблемы и энергетические являются самыми важными, чтобы... Есть вот, извините, Игорь Николаевич, есть вот такие люди, перед которыми вы бы выступили, учёные, я имею в виду? Да нет, но представители Академии наук, Росатома. Да. И... Но там специалисты есть в этой области? Вы говорили как-то, что там Росатома нет компетентных специалистов. Или я неправильно или может я неправильно помню? Надо задавать очень простые вопросы. Так. Даже если не специалист. Энергетический дефицит сейчас признают уже все. Первый факт. Так. Кроме того, если против меня сидит оппонент, то первый вопрос я ему всегда задаю простой. Так. У тебя есть какие-то конструктивные предложения, чтобы ликвидировать этот дефицит. Это хороший подход. Да. Это понимают. Называют обычно термояд и современную атомную энергетику. Но современную атомную энергетику уже даже Курчатовский институт закрыл. У него есть такой вывод, что если новый источник нейтронов не будет, то сейчас живет последнее поколение людей. С термоядом тоже он уже по факту понял, что это глупость. Это уже поняли. Да. Поэтому кроме ядерных и релизистских технологий нет ничего. Поэтому правительство должно собрать и если есть у кого-то предложение альтернативное, пусть садится. Так. И чтобы транслировать на всех и чтобы обсуждали не какие-то там дурацкие вещи. Да, не вторичные вопросы. Да. А самые актуальные вещи на сегодня. Например, вот я вчера прочел жуткую вещь. Уровень мирового океана поднимается, оказывается канализационные системы в прибрежных городах выстроены так, что они перестанут сливаться и все эти отходы вся канализация пойдет в города. Да сейчас в Прибалтике что-то случилось. Очень хотел посмотреть на этих людей. Они поймут, что есть дефицит, когда будут на этих на тапочках плавать по этому дерьму. Виктор Николаевич молодеет с каждым годом. Ура! Мы все-таки должны как-то соединиться в этом направлении друзья. Надо вот что-то еще... Энергетический вопрос надо решать. И поэтому постоянной дискуссии на эту тему должны быть. быть. И поэтому мы вот еще раз встретимся потом. Ради Бога. Да, обязательно. Давай, Наташа, какие вопросы? Хотя спрашивают Игорь Николаевич, очень хотелось бы услышать вашу точку зрения про время, категория время. Что это такое? Наверное, с точки зрения физики. Время. Про время. Ну, с точки зрения физики. Что такое время? Это четвертая мнимая координата по отношению к существующим трем координатам пространственным. То есть при во всех теориях при времени стоит корень из минус единицы. Эта единица называется Источкой. Мнимая координата. К сожалению, большего мы пока это не понимаем. То есть пока это не более того, что это просто в математике, в физике это математический символ. А как это все следствие иррационального. И вот сейчас мы находимся на том уровне, когда мы туда должны продвинуться. Возможно ли то есть понять более тонкую структуру времени, возможно ли перемещение во времени. Это все вот следующие этапы. А вот так чисто по-человечески, вот так вот забудьте на момент, что вы ученый, профессор. Телепатия существует или нет? Просто по-человечески это как почувствует? Не знаю. Вот это такой ответ потрясающий, отличный. А то тут десятки людей, да она существует, да я им все время говорю, да докажите. В рациональном в принципе возможно все. В рациональном но надо проникнуть в его законы, понять. А пока проникает только поэты и художества. А для этого нужен огромный массив, чтобы люди думали не о своих карманах, а думали вот об этом. Стали о науке, об искусстве, вот об этом. А не о том, что сегодня надо постирать, сегодня надо еду приготовить. Это должны люди делать, которые это умеют делать, гораздо лучше тех, которые думают над другими. Он же об этом старался, чтобы у людей появилось свободное время, то чего? Домышление. Конечно. Домышление, развитие. и тогда прогресс пойдет гораздо быстрее. А если человек думает обо всем, о том, что у него носки не постираны, где взять туалетную бумагу, то для мысли на сегодняшнем уровне развития цивилизации эти мелочи, эти мелочи, где носки взять, или ЖКХ заплатить. Вот люди сейчас сидят и думают, как заплатить за ЖКХ, вместо того, чтобы думать о чем-то полезном, нужном, развивающем. А люди в таких условиях когда-нибудь знают, как все. Да, вот у меня сосед, он энтузиаст в этом году, ему 94 жесть проходит мимо, так говорится. Ну, он молодец. Он, значит, все время власти давит, он пишет письма во все инстанции насчет Россцены, ругается, ездит, ко мне все время приходит, чтобы я ему соответствующее письмо напечатал. Я ему печатаю это письмо и у меня уже огромная его папка в компьютере. Вот бы Наталья взялась бы и все бы эти письма Андрея опубликовал, потому что для людей было бы очень интересно это дело. Он во все инстанции пьет. Он не пьет случайно? А? Не запил? Нет, ему 94 года. Молодец. В более южном возрасте у него была немного такая слабая. Сейчас абсолютно не пьет, каждый день гуляет, письма развозит. 94 года держится отлично, живет один. Просто молодец, я на него удивляюсь. Вот Наталья его знает. Да? Ну интересно, интересно. У него была замечательная жена, он татарин. И мы с ним живем уже больше 40 лет. У нас две квартиры на этаже его и моя. И вот мы там вдвоем живем. У него была замечательная жена, которая, к сожалению, попала под машину. Ой, замечательная тетка была. Давай вопрос, Наталья. Ну последний, наверное, потому что в 5 часов у него с Игорь Михайлович отъехать или здесь проведете встречу, Игорь Николаевич. А, иголку надо поставить. Ну здесь вот сомневаются в вашей статье по поводу Фукусимы и пишут. При подводном ядерном взрыве наблюдалась бы только волна без колебаний грунта. При подземном ядерном взрыве наблюдалась бы и волна и колебания грунта. Поскольку есть сейсмограмма колебаний грунта, Острецов вынужден говорить о намеренном подземном ядерном взрыве. Эпицентр землетрясения 11 марта 2011 года находился в 180 километрах восточнее АЭС Фукусима-1. Сочиняя свою сказку, Острецов забыл посмотреть физическую карту Японии глубина Тихого океана в указанном месте 4000 и 6000 метров. Как технически в этих условиях злодеи из США быстро и незаметно зарыли под дно Тихого океана ядерный заряд такой большой мощности, кроме того, как это сделать незаметно от пограничных служб Японии и от других возможных нежелательных свидетелей. Ну, это технические подробности уже, как это было сделано, трудно сказать, но факт заключается в том, что действительно подводный ядерный взрыв был зафиксирован. Это признают все, но признавали вернее, а потом замолкали, никто об этом не говорит по факту. То есть никаких публикаций не было, было только в первые дни. А потом то, что на Вкусим происходило, это была стопроцентная инсценировка, потому что предотвратить расплавление зоны там действительно можно было гораздо раньше, чтобы не было таких выбросов. И кроме того, никто не хочет обсуждать основного фактора, что Соединенные Штаты если не будут получать обогащенный уран, то они просто погибнут. Они приказали эту тему вообще не обсуждать и не говорить. Устроили взыв и все замолкли. Есть дефицит на уран, есть, это факт. В Штатах 100 примерно блоков в Японии было 50. 50 блоков у них питалось за счет подачи, ой, за счет разбавления обогащенного урана и сбоя голову. Заканчивалось соглашение горчерном ордене. Надо было что-то делать. Люди будут вытаскивать вот такие вот факты и обсуждать технические возможности, которые достаточно трудно обсуждать, поскольку мы не знаем деталей. А вот такие факторы, которые являются источниками этого дела, обсуждать никто не хочет, это запрещено. Поэтому обычно начинают обсуждать с помощью технических факторов население, в которых ничего не понимают. Это обычная история. Обычное дело, это заказные вещи. Поэтому что это обсуждать? Есть дефицит по урану. На Украине все сейчас, у меня там вывод сделал, что следующее будет закрывать на Украине, в Европе. Европа закрыла, Германия закрыла, на Украине уже частично закрыто, а будут все закрывать. Урона нет. А вот интересно, если, допустим, есть начальники, которые не хотят менять инфраструктуру, потому что они владеют как раз таки этими источниками и не хотят нового образа жизни для людей, если это существует, как же могут вас посадить рядом с учеными коллегами вашими, чтобы вы им это доказали, обменялись мнениями. Так они поэтому и не сажают нас за один стол. Ну да, как быть в этих условиях? Как быть? Ну да, вот мы посовемь Ну как только народ вылезет на улице и потребует энергии, то начальники в раз все поймут. Раньше они на запад убежали, а сейчас на запад нельзя будет бежать. То есть ситуация может быть ну просто ужасная, особенно если в Китае дефицит, и если он заберет себе, тогда все в раз все поймут. А пока что есть указания затуманивать людям мозги, говорим о технических подробностях, которых люди ничего не понимают. понимают. И не говорить о причинах, которые к этому привели. Они сами понимают. Это обычная методика. Они сами понимают власть имущие, они понимают. Ну естественно, но с карманом-то для них расстаться. власть мы все в одной лодке, они не понимают, что они тоже вместе с нами пойдут ко дну, если на две текла. Нет, сейчас уже понимают, конечно, но естественно, хотят продержаться как можно дольше. Ну а как они без ваших батареек продержат? А? Без ваших батареек как? днеет. Продержаться в том смысле, чтобы не дать развивать новую технологию, которая их обнуляет. Они живут одним днем. Да, понятно. А их внуки? Они не хотят, чтобы их внуки тоже были здоровыми, счастливыми? Да, надеются, сейчас очень сильно надеются, что все-таки удастся что-то организовать, чтобы значительная часть населения погибла. А, вот они хотят сократить количество людей на планете, это оттуда идёт. Меньше, то есть, ну Чубайш же об этом явном виде сказал вдовольсе в этом году. Это золотой миллиард вот это? А? Это вот эта идея золотого миллиарда, да? Ну, конечно. Сократить человечество, да? Ну, Чубайш же заявил об этом вдовольсе, что надо сокращать население, другого выхода нет. Объявлено, вот это они не обсуждают. Даша, объясняю, это всех свести к обсуждению технических вопросов, в чём народ ничего не понимает. И более того, 100% интерпретацию естественно выдать невозможно, поскольку мы не имеем полной информации. А вот причину, почему это произошло, обсуждать никто не хочет. Вот это момент важный, Игорь Николаевич, позвольте. Вот это теория золотого миллиарда, что сократить человечество до этого числа именно потому, чтобы им хватило этой энергии. А если бы они получили новый источник энергии, который вы говорите, тогда не надо сокращать человечество. Создатель этого мира предусмотрел всё-таки как надо, чтобы была ликвидирована сегодняшняя социальная организация. То есть при внедрении новых источников энергии верхушка будет уничтожена. Тогда не надо сокращать человечество. Вот оно в чём. Тогда не надо, потому что вам для развития разума нужен очень большой массив интеллекта, причём свободного от материальных забот. Да, то есть источник новой энергии. Вот этого никто не хочет. Не хочет, потому что тогда не надо сокращать человечество, потому что тогда люди придумают, как жить. Потому что будет развиваться. Мы должны продвигаться на выживание разума за счёт роста интеллектуального массива и внедрения его в рациональное на выживание. Вот она точка преткновения. Вот, вот, я теперь понял. Нисколько бы они не придурялись, всё пойдёт всё равно по этому пути. Вопрос, какой кровью. Да, теперь я понял. Теперь я понял. Это значит, так скажу. Да, спасибо, Игорь Николаевич. Я думаю, мы будем вас беречь. Дай карточку там, Игорь Николаевич, а может кто-то ему ещё денежку какую-то пошлёт. Можем мы дать вашу карточку, да? Ну да, Ну да, эти. Хорошо, я закреплю комментарии. Да, и ещё что? Скажите, пожалуйста, вашу книжку где купить можем? Вот ваша книжка. Вот сейчас тоже безобразие. У меня когда там пенсию сократили, значит, мне концептуал устроил издательство, где книга. Да, и они запретили значит, они устроили так, что они сказали единственный способ, чтобы они были единственными издателями. Ну да, там были это оказалось чистым враньём. То есть, они меня просто обманули, потому что когда Литрес, я позвонил по этому поводу, они сказали, да вы проще парня репы, эту самозанятость сказали, самозанятость оформите и всё, никаких проблем не будет. А Литрес меня просто обманул. У меня сейчас отец да, концептуал, извините. Сейчас вот мой друг отец Дмитрий хочет издать, вот ваш издатель хочет издать. А Литрес, да. Да, а концептуал вот пока там думает. Это тоже надо вопрос решать, потому что я естественно заинтересован в деньгах от книги, я заинтересован, чтобы она нашла максимально широкое распространение. Ну я об этом и говорю, да, конечно. Какие там деньги от книги будут? То есть из-за тех небольших денег, которые издатель заплатил, вам сократили пенсию? Ну они там издательство копейки плат, поэтому об этом говорить нечего. Да у меня тоже столько книг и я копейки получил. А в издании книги я, конечно, заинтересовался. Ну конечно надо, чтобы люди читали, конечно. Игорь Николаевич, спасибо огромное. Спасибо. Мы надолго, надеюсь, не прощаемся. Куда мы денем? Да, потому что копите вопросы. Пока мы здесь будем разговаривать. Да, пишите, пишите, здесь мы будем, здесь мы будем, будем молодеть, с каждым днем. Кстати, сейчас магнитная буря накатывается, и она идет уже второй, третий день, и я там все время рассказываю, и сейчас скажу. Надо время от времени кончики пальцев вот так вот нажимать, разминать шейно-грудной отдела, воротниковую зону, вот так вот, точку хэгу, точку хэгу, два-три раза в день по 10-15 секунд, для того, чтобы дать улучшение кровопосторонавшению мозга. Это первое. Второе. Кому хочется спать, надо высыпаться. Потому что, когда вот такие катаклизмы природные, когда сезонное обострение, весна, зима, там обострение происходит. Почему? Потому что идет перезагрузка. И в этот момент кому что хочется делать, надо делать. Хочется спать. Спите, не хочется спать, не спите. Но слушайте себя. Вот это самонаблюдение очень важно. Потому что сейчас очень много людей, которые дают советы, пытаются вас лечить, сами даже не зная, о чем речь идет. Мы все индивидуальны. Есть жаворонки, есть совы, есть промежуточные. Мы все разные. Мы все индивидуальны. Поэтому будьте самовнимательны. Вот и будет все хорошо. Правда, Игорь Николаевич? С одним исключением. Да. Что хочется, то и делать. Если хочется, бутылку выпить, то не надо. То не надо, правильно. Поэтому я и не пью много лет. Правильно. Лучше заниматься, имеется в виду, что хочешь, то и делать, творческими вещами. Хочешь рисовать, рисуй, хочешь. Пой, а не пей. Пой, а не пей. Пой, пожалуйста. И тогда весь мир будет в этих ромашках. Теперь ромашка у Игоря Николаевича. До встречи, друзья. Спасибо. Спасибо.